Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Попов и это серия лекций «Как снимать кино». Когда мы говорим об игровом кино, нельзя не вспомнить братьев Люмьер, ведь именно они заложили фундамент игрового кинематографа. Первым игровым фильмом стал «Политый поливальщик» — 30-секундная короткометражная комедия, снятая в 1895 году. Если вам интересно ее посмотреть, ссылка будет под видео. Итак, вы решили снять кино. С чего же вы начнете? Конечно, со сценария. Вам нужно написать сценарий. В том же 1895 году французский драматург Жорж Польти написал книгу «36 драматических ситуаций». В ней были описаны 36 вариантов развития сюжета. Если вам интересно прочитать их все, ссылка будет под видео. Многочисленные попытки за следующий век дополнить этот список только подтвердили его состоятельность. Конечно же, он писал эту книгу о театре, но время показало, что все это справедливо и для кино. Второе, что вам понадобится для съемок — это камера. Так ли это дорого? В следующих выпусках я расскажу о камерах и их применении. Но сейчас я хочу вас заверить, что для того, чтобы снять короткометражный фильм или клип, вам будет более чем достаточно зеркалки Canon 600D и объектива 50 мм 1.8. Потому что покупая пусть даже самую дешевую зеркалку, а не видеокамеру, вы по сути получаете кинокамеру со сменной оптикой. И остается только понять, как этим пользоваться. А вот как раз об этом я вам расскажу. Если вы оператор, вы обязаны знать, что такое расфокус. Да, сегодня мы поговорим о тех самых красивых кружочках на фоне, которые все так любят. Это и есть расфокус. Или боке. Расфокус достигается двумя способами. Светосилой оптики. Светосилой называют максимально открытое значение диафрагмы, например, 1.8 или 1.4. Чем меньше цифра, тем светосильнее объектив. Или фокусным расстоянием. Проще говоря, телеобъективом. Либо и тем, и другим сразу. Также здесь играет роль расстояние от объекта съемки до фона. Чем оно больше, тем больше будет расфокусирован фон. Например, если вы встанете у стены, то едва ли добьетесь сильного расфокуса. А вот если вы залезете на крышу, то даже не светосильный объектив позволит вам размыть фон. Каждый объектив имеет свой рисунок боке. Например, у телеобъективов он размазанный. А у 50-мм светосильных объективов более четкий с выраженными кружочками. Это не хорошо и не плохо. Это просто так есть. Итак, сегодня мы научились с помощью оптики создавать такой же фон, который вы можете видеть за моей спиной. Меня зовут Дмитрий Попов. Стоп. Снято.